Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мои девушки оказывают внимание другим мужчинам. Мне это неприятно. Я сообщил ей о своём чувствах по этому поводу. На что она мне прислала высказывание. Эффектные девушки всегда будут привлекать мужчин, если бы ты ревнуешь и отправляешь жизнь любимого человека. Или радуешься тому, что это дама твоя, а тебя остальные завидуют, оказывая внимание твоей девушке. Как можно радоваться, что твоему любимому человеку оказывают внимание незнакомой люди, и она принимает это. Как к этому отнестись? Ну, здесь ситуация заключается в двух основных моментах. В двух моментах, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Во-первых, если у вас есть такая ценность, вот, ценность того, что ваши девушки не должны оказывать внимание другие мужчины, если вы так считаете, вот, то совершенно точно, что ваш партнёр, ну, не подходит под эти ценности. Совершенно точно, что... ну, что ваш партнёр немножко другими ценностями оперирует. Вот, и совершенно точно, что в этом вы с ним различаетесь. Вот, соответственно, вам здесь выбирать, принимаете вы девочку такой, какая она есть, или нет. Да, принимаете вы её ценность, или нет. Да, понятно, что заставлять... ну, заставлять вас это делать никто не будет. Вот. Понятно, что только вам выбирать, и только вам решать. в этом смысле... хотите ли вы, готовы ли вы её принять, или нет. Это первое. Второй момент, на который я бы обратил внимание, заключается в том, что... по сути... ну, по сути... а мы говорим о ревности вашей, о неверности в себе. Мы говорим о том, что абсолютно каждого мужчину вы воспринимаете как угрозу. Мы говорим о том, что вы не особо-то замечаете не особо-то видите, чем, собственно, вам неприятно. И... как с этим, с тем, что вам неприятно, связаны ваши чувства? То есть, ну, вы, например, любите свою девочку. Да? Ну, к примеру. К примеру. Вы любите свою девушку. А вы хотели... Вы хотите, допустим, чтобы у нее все было хорошо. Вы хотите, чтобы она была счастлива. Да? Ну, например. Вот. и ваша девушка оказывает внимание другим мужчинам. Что ей вроде как нравится. Вот. Что вроде как ее привлекает и так далее. Так как это противоречие вами разрешается. Вот. Второе. Ну, второй момент. Вот. Заключается в том, что ну, мужчин, других мужчин, вы воспринимаете как угрозу. Хотите их устранить. Устранить эту угрозу. Почему? Потому что вы не уверены в себе. Вот. Это не уверенность в себе, да, сомнение в том, что несмотря ну, несмотря на что девушка будет с вами, да, вот это сомнение в себе, оно дает о себе знать. Вот. То есть, то есть, по сути можно говорить о том, что вы не доверяете себе сами. Вот. По сути. Ну, по сути. Ну, вот. По сути, можно говорить о том, о том, что вот у вас нет доверия, ну, доверия в себе. Доверия в себе. это означает, что вы себя обессиноваете. Это означает, что вы подвергаете в сомнении своих центров. Во-первых. во-вторых, во-вторых, это означает, что вы относитесь к себе, к себе, ну, сами, сами к себе, вернулись как к ценности, ну, по большому счету, как к материальной ценности. Вот. То есть вы воспринимаете себя как ценность больше именно вот такую материальную. Да? Вот. это свидетельство вот о том, что отношения с девушкой вы выстраиваете не на личностном основании, а выстраиваете больше насчет 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 на основании гендера. Вот. К сожалению. То есть отношения чисто гендерные получается у вас. Да? Ты моя женщина, я твой мужчина. женщина, Вот. Значит, ну, кому-то это может быть по душе, кому-то это может быть нравится, вот, кого-то это нравится, опять же, но это всегда простоит ревность, к сожалению. Поэтому, опять же нужно смотреть, готовы ли вы отношения на других основаниях, скажем так, выстраивать взаимодействие с, ну, с девочкой, вот, в другом. Для этого нужно увидеть личность, личность в себе, ну, в себе, а в себе самом вам нужно начать видеть личность, конечно, и выстраивать с девушкой отношения такие, где история об оказании ей внимания мужчинами не воспринимается как что-то достойное, собственно говоря, вашего внимания. Почему? Потому что это множество мужчин, множество. То есть это, по сути, одна серая наста. То есть это максимально обезличенно. Для того, чтобы, скажем так, порадоваться за девушку, что ей оказывают внимание другие мужчины, нужно допустить такую мысль, что она не принадлежит вам. То есть, ну, что девушка не ваша, собственность. Что нахождение ее в отношениях с вами, это ее выбор. И что этот выбор, она может, может, ну, как бы, изменить любой момент. Вот. Она может сделать другой выбор. Вот. Если вы для себя этот момент не примите, то вы на самом деле будете оправлять жизнь человеку. И себе, конечно же. Вот. Вот. такой расклад. К сожалению. Такой расклад сейчас. Поэтому, решать вам, вы либо работаете с, значит, с ценностями своими. Вот. Вы занимаетесь личностным ростом, например. Вот. И отходите, ну, потихонечку отходите от такой практики, восприятия. А, значит, девушки, как ну, той, кто принадлежит вам. Вот. Либо вы отходите от этого. А, либо вы с ней расставите. Потому что женщине, вообще говоря, да, женщине нужно внимание других мужчин. Вот. А, именно для того, чтобы чувствовать себя привлекательный, чувствовать себя эффектный, чувствовать себя, там, ну, желание, желание и так далее. Вот. Ещё один важный момент, хочется так сказать. Это то, что вы, получается, встретили девочку. Когда она была такой вот эффектной. Вот. 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 Вы встретили её такой. Сейчас вы хотите её, послушайте, что. Сейчас вы хотите её понять. Это почему-то с вами. с вами. С вами она должна вести себя по-другому. С вами она должна стать другой. Вот. Вот. Это вот тоже такая довольно серьезная. Серьезная получается ошибка. Вот. Потому что человек, да, может меняться, но он это, ну, будет делать, то есть меняться. А только если сам этого захочет. Вот. То есть если вот, ну, если человек не хочет меняться, то он этого делать не будет. Вот. Соответственно, девушка ваша дает вам довольно четко понять, какие у неё ценности. Вот. Вот. И, как бы, вам решать, будет ли вы с ней или нет. А, значит, по опыту работы в паре и по опыту работы, с клиентами, я могу сказать, что, когда, ну, вот, получается такая история, что, значит, ну, парень, мужчина, как-то, ну, добиваются своей цели, то есть, когда у него, ну, получается, уговорить девушку, значит, не принимать мужское, ну, мужское внимание и прочее, прочее. Вот. Вот. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, и в целом девушки становятся ныне интересны для мужчин. Почему? Почему так? Почему так? Ответ в этом смысле довольно простой, потому что женщина перестает быть женщиной. Особенно, если она изначально, да, нуждалась как-то вот мужиком внимания. Она перестает себя такое чувствовать, перестает чувствовать себя привлекательной, ее самосимация накопает и начинается проблема. Вот, к сожалению. И, наконец, последний момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание заключается в том, что есть ли у вас уважение к девушке. В отношении к ее ценностям, да, к ее желаниям, к ее, вот, ну, может быть, привычкам, которые вот у нее есть и так далее. вот, значит, значит, вы можете рассказать девушке своих чуток. Вот, вы можете это рассказать. Вы можете, вы можете сказать, что вы правильно сделали, что сказали. Сказали о том, что вам это неприятно, но... в общем, здесь штука, штука. Штука в том, что то, как вам ответила девушка, свидетельствует о том, что она, скорее всего, тоже, вот, в какой-то степени обесценивает вас. Вот. И что же вы понимаете, вы понимаете вас, как, ну, вот, как мужчину, только как мужчину, к сожалению. А, ну, никак лично. Это является большой проблемой. Является большой проблемой это. Вот. Поэтому, если вы, если, если у вас, к, ну, где, ну, где девушка, чувства самые теплые, если у вас, к девушке, чувства самые теплые, вот, то нужно, на мой взгляд, срочно переводить отношения на более, ну, на более, такой, высокий уровень, личностный, на мой взгляд, вот. Потому что, судя по тому, как я вижу, да, к вам, к вам девушка относится тоже, ну, вот, не очень хорошо, да, и ваши чувства ее особо не интересуют. Тоже хочется спросить, что между вами общего, между вами девушка, что, что общего, вот, что вас объединяет, что вас связывает. А, страх одиночества, который у вас есть, страх, страх, измена, который вы транслируете, вот. Это то, что при желании вполне спокойно, вполне спокойно, что, корректируется, значит, работает с психологом, вот. Так что решайте, выбирайте, посмотрите. Вот, и, значит, ну, на данный момент, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что все в ваших руках, да. Вы можете сделать из этого проблему, а можете, в принципе, продемонстрировать девушке только то, что вы достаточно зрелый человек и мужчина, достаточно зрелый мужчина, чтобы не продавать этому значение. Пока это, конечно, просто знакомо. То есть здесь, в каком случае, не идет речь об измене. На мой взгляд, вы как-то вот сами не определились со своей позиции. То есть, ну, вы высказываете совершенно вроде бы четко, что для вас это неприемлемо. Ну, вот, я имею в виду, то, что делает девушка для вас неприемлемо. Вот, вроде бы вы вы высказываете такую позицию, вот, вроде бы вы ее говорите, с одной стороны. С другой стороны, вы обращаетесь к психологам, да. То есть, хотите помощи. Ну, очень было бы здорово понять, в данном случае, какой помощи вы хотите, ну, помощи в чем вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Практически. Удачи.